Ничто доброе не совершается одним нашим старанием, но с силой и волей Божией. Однако же от нас Бог требует старания, сообразного с Его волею, а не на такой и на какой-либо хитрости лжи основанного, что происходит от кукавого. Молчание лучше и удивительнее всяких беседно-звидательных. Его почитали и лобызали отцы наши и им прославились. Но как мы по причине нашей немощи еще не достигли того, чтобы ходить путем совершенных, то будем беседовать о том, что служит к назиданию, и беседовать, ссылаясь на отеческие слова, а не вдаваясь в изъяснение Писаний, ибо дело это представляет немалую опасность для несведущих. Писание изречено духовно, а человек плоткой не может разуметь духовного. Лучше будем прибегать в беседе к словам отеческим и найдем пользу в них заключающуюся. Но и ими будем пользоваться умеренно, вспоминая сказавшего. От многословия не избежишь греха. Трича 10.19 А чтобы не впасть при этом в высокоумие и самохвальство помыслов, будем держать в мысли, что не исполнивши делом того, что говорим, говорим то на осуждение самих себе. Если молчание признается полезнейшим, добрых бесед, то тем паче оно более полезно бесед о вещах средних, городах, селах, торговле, мире и войне и подобном. Но когда не можем умолчать, а увлекаемся в разговор о подобных предметах, то по крайней мере не будем длить беседы, чтобы от многословия не впасть в какую-либо сеть вражью. Если ты будешь в обществе с людьми, беседующими о мирском или духовном, то дозволь и себе сказать что-либо, не заключающее в себе вреда. Но рассудительно лишь для избежания от собеседников похвал тебе, как молчаливому. Но и когда так поступаешь, то есть говоришь мало, берегись осуждать их, как говорящих много. Когда думаешь что-либо сделать, и видишь смущение в помысле, и оно после призывания имени Божьей все еще будет оставаться, хотя бы на волос, то познай отсюда, что то дело, которое хочешь здесь сделать, внушено тебе лукавым, и не делай того. Ибо ничто, делаемое смущением, не угодно Богу. Но когда кто сопротивляется смущению, когда бывает помысл сопротивляющийся смущению, тогда не должно сразу считать дело вредным, а рассмотреть его, хорошо ли оно или нет. Если не хорошо, оставить его, если же хорошо, сделать, презирая смущение, сделать. Если, начав беседу, спохватишься, что она грешна, пресеки ее, сказав нет, об этом не будем говорить. Или помолчав немного, скажи, забыл, о чем я начал речь, и переведи ее на другое, безгрешное. Что есть самооправдание? Есть только, да кто отрекается от греха, как видим, на Адаме, Еве, Каине и подобных, которые согрешили, но, желая себя оправдать, отреклись от согрешения. Всякий помысл и всякое дело, как сказано, надо рассматривать, хорошо ли оно или нет. И хорошее делать, а не хорошее отвергать. Однако, чтобы доброе не было сопряжено с смущением, надо бы на рассматривать господствующий при этом помысл, с какой целью он что-либо предприемлет. И когда допросишь его по страху Божию, то Бог не попустит тебе впасть в заблуждение. Но и во всяком случае не забывай призывать имя Божие. 100. Получившему удар от брата и хотевшему разлучиться с ним. Не возмущайся, чтобы не сделать чего опрометчиво, особенно в отношении к человеку, смущенному помыслами от завистливого дьявола. Иные больные, находясь в помрачении смысла, а сильные горячки, наслаждают здоровым, которое служит им, сами не зная того, потому что болезнь совершенно овладевает ими. Так и искушаемый, хотя и погубляет душу свою, не знает того, ибо упился страстью недуга по действию сопротивного, которое всегда и все извращает перед ним, чтобы их дергнуть в ров пагубы. Не гнева и отмщения достойного, на сожаление и снисхождение, через них и нас искушенными быть попускает Бог, и попускает смотрительно, дабы мы явились перед ним искусными. Будем же снисходить ближнему во время брания его чувственной и мысленной, ибо сказано, носите тяготы друг друга и так исполните закон Христов. Не покушайся выйти из места своего и разлучиться с братом твоим, ибо это будет не по Богу, а исполнение воли дьявола. Если ты решишься на это, враг не успокоится, но подвигнется еще на худшее. Лучше помолись о брате от всей души и возлюби его о Христе Иисусе Господе нашим. Брату, обеспокаиваемому боязливостью. Брат, ты должен прославить Бога за то, что Он оправдывает на тебе Слово Писания, которое говорит «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх меры». По силе твоей попускает Он тебе, обучаясь обрани духовной. Великих же мужей по силе их испытывает Он великими искушениями. Смеяние радуется этому, ибо искушение приводит человека к преуспеянию. Где предстоит благое, там бывает и брань. Не бойся же искушений, но радуйся им, потому что они ведут к преуспеянию. Презри это искушение. Бог помогает тебе и покрывает тебя. Старайся приобрести смирение и покорность. Не настаивай ни в каком случае, что было по твоей воле, ибо от этого рождается гнев. Не суди и не унижижай никого, потому что от этого изнемогает сердце и ослепляется ум. Отсюда же является нерадение и рождается сердечное нечувствие. Непрестанно бодрствуй, получаясь в законе Божьем, ибо через это согревается сердце небесным огнем, как сказано. И в поучении моем возгорится огонь. Храни уста твои от праздного слова и пустословия, и да не навыкает сердце твое злым словам. Повергай себя перед Богом, говоря, Боже, милости, будем не грешными. И Он помилует тебя и сохранит, и покроет от всякого зла, чтоб ты от тьмы перешел к истинному свету, от прелести к истине, от смерти к жизни о Христе Иисусе Господе нашем. Давай телу столько пищи, сколько ему нужно, и не получишь вреда, хотя бы ты ел и три раза в день. Если человек и один раз ест в день, но безрассудно, то какая ему от того польза? За многое день им следует брань, блуда, и враг после него отягощает тело сном, чтобы осквернить его. Что иногда чувствуешь сильную слабость при служении на правиле и при рукоделии, не дивись. Таков уж путь этот. Иногда чувствует себя человек так, а иногда иначе. Подобно тому, как путник. То идет путем гладким, то встречает стремнины и горы, то снова опять выходит на ровную дорогу. Не смотри на слабость, а все делай и делай свое дело. 105. Больному вынужденному принимать пищу не по уставу. Кто ест не для усложнения себя, а по немощи телесной, Бог не осуждает того. Пища возбраняется нам для того, чтобы предохранить нас от пресыщения и возбуждений телесных. А где немощь, там упраздняется их действие, потому что где немощь, там и призывание Бога больному, простившему молитву в изнеможении. Брат унылый и ропотливый, зачем скорбишь? Зачем опиешь? Для чего посылаешь за помощью далеко, имея Иисуса, стоящего близ тебя и желающего, чтобы ты призывал Его в помощь? 10. Воззови к нему наставник, и он ответит тебе. Прикоснись к краю одежды его, и он исцелит тебя не только от одного этого страдания, но и от всех страстей твоих. Если бы ум твой находился там, где бы ему надлежало быть, то и угрызения ядовитых змей и скорпионов не могли бы не звести тебя оттуда, к ощущению телесной болезни. Забыл говорить, есть хлеб мой от голоса воздыхания моего. Не скорби, милость Божия близка к тебе. Презри тела, которое будет есть черви. Оно нисколько не поможет тебе, когда предастся тлению. Апостол говорит, и не творите угождений плоти, не исполняйте ее похоти. Римлянам 13.14. Больной снисходит ли телу по немощи? Снисходит ли телу по немощи? Бог дал нам разум, чтобы нам руководиться на путь правой посредством божественных питаний. Апостол говорит, все испытывая хорошего, держитесь. Человек должен только наблюдать, чтобы не употребить чего или не сделать чего по страсти. А что он делает по немощи или по нужде, то не изменяется ему ни в грех, ни в послабление. Состояние здоровья искать телу покоя побуждает похотение. А когда будем поддерживать тело по нужде, то оно будет помогать нам при исполнении наших дел. Если мы заботимся о животных, которые служат нашим потребностям, тем более должны заботиться о теле, как об орудии души. Когда орудие притупится, все затрудняют художника, хотя бы он был и быстроумен, и сведущен. Апостол, обращая внимание на болезни и слабость желудка святого Тимофея, повелел ему употреблять вино, хотя и заповедал ему зло пострадать, терпеть лишения, исполняя дела благовестника. Второй Тимофеевич Теретяк. И во всем человеку должно держаться рассуждение, и он не скоро поползнется. Брани все более и более застают на меня. Брат, время брани есть время делания. Не расслабляйся, но делай. Веди брань, и когда она усилит, умоливайся, укрепляйся, и ты, вживая Господи, Иисусе Христе, ты видишь немощь мою, искорь мою, помоги мне, избавь меня от гонящих меня, ибо к тебе пришел. И помолись, чтобы получить тебе силу служить Богу в чистом сердце. Два дарования дал Бог людям, через которые могут они спастись и избавиться от всех страстей ветхого человека. Смирение и послушание. А мы не стремимся к ним, не желаем ни пребывать в них, ни руководствоваться ими. Оставь все уклонения, преклонись шею твою к смирению и послушанию, и получишь милость. Если будешь исполнять со смирением и послушанием то, что слышишь от отцов, то Господь подаст тебе благую помощь твою, не только в том деле, в котором ты упражняешься, но и устроит, что и все дела твои будут успешны, ибо Он хранит путь боящихся Его и прикрывает шествие их. Зачем негодуешь? Зачем споришь? Милость Божия поможет тебе, если ты пребудешь постоянно в терпении Божием. Перестань быть гневливым, раздражительным и завистливым. Умри для всякого человека. Скажи помыслу, кто я? Земля и пепел. И пепел. Не разбирай других, уничижай их и осмеивая. Понуждай себя не говорить. Что это? Зачем то? Сирахов 39, 22. Не разбирай других, уничижая их и осмеивая. Зачем? Я не имею равного с тем или другим. Но прилежно трудись в малом рукоделии своем со страхом Божьим, и получишь за него немалое воздаяние. Когда от уныния находит дремание и препятствует приближащему делу, тогда должно вставать на молитву и не переставать молиться. И Господь упразднит дремание молитвою, желавшему быть последним, чтобы только приняли в обитель. Чтобы быть на последнем месте, не свое дело искать этого. Это зависит от авы твоего, а твое дело приготовить себя к послушанию. Если человек сам не потрудился по силе своей и не присоединит собственного труда к молитвам святых, то никакой не получит пользы от того, что святые будут за него молиться. Когда они будут постить все и молиться за него, а он будет сластолюбствовать и вести себя беспорядочно, то какую пользу принесет молитва их о нем? Ибо здесь бывает сказанное в Писании, един созидает, а другое разоряет, что усеет более. Только труд. И Апостол говорит, много может молитва праведного с поспешиствуема. То есть, когда святой и праведный молится за грешного, то и грешный по силе своей должен содействовать молений святых покаянием. Когда кто-нибудь будет просить другого дать ему что, а он не имеет того, то он не будет осужден за то, что не подаст ему просимого. И Апостол Петр, когда хромой просил у него милости, не сказал серебра и золота нет с меня, и не взял взаимый, чтобы подать ему. Также, если кто имеет необходимо, нужное для него самого, то этого не должно и сдержать на милости, никак случится, что после, при собственном недостатке, не стал скорбеть, не силой будете понеслить худости. А когда просящий будет докучать ему, и он скажет, прости меня, мне нечего дать тебе, то это не будет ложь. Потому что тот, у кого есть только необходимо, нужное для него самого, не имеет, что дать другому. Пусть скажет просящему, прости меня, я имею только то, что необходимо, нужно себе самому. Вспомни пять дев, которые, когда другие просили их дать им, елеет до светильников, отвечали им, чтобы как ни оказалось, что у нас не достает. И апостол Павел Кишак Коринфянам говорит, да будет ваше избыточество, им их лишение. 2 Коринфянам 8.14. А не так, чтобы одним была отрада, а вам скорбь. 115. Когда хочешь подать милостыню, а помысл наводит сомнение, чтобы не подать, тогда испытай свой помысл. Если найдешь, что он делает так по скупости, то дай еще несколько более против того, чтобы и следовало дать. Кому нечего подать, тот как может сделаться причастником блаженства? Блаженство обещано не одним милостыньодателем. Блажены нищие духом, блажены плачущие и прочее. Итак, если не можешь подавать милостыню, то будь нищим духом, чтобы наследоваться святыми Царство Небесное. Плачь о грехах своих в этом мире, чтобы утешиться с плачущими. Приобрети кротость, чтобы наследовать землю. Будь чист с сердцем, чтобы узреть Бога во славе Его. Притерпи, Господа, ради поношения, да менее ложные злословия, чтобы возвеселиться в радости, получив многую мзду на небесах. Если закон Господень повелевает одно, а закон мира сего определяет противное, что должно делать? Закон Божий возьми, ибо Он говорит о спасении души. Закон же мирской, будучи плотян, говорит плотским. Любовь твоя спрашивает меня о том, что тебе случается страшно смотреть на предстоящего и увлекаться душой. Это очевидно относится к браням от дьявола. При этом должно тебе вспоминать испление и смрад естества нашего, как изменимся мы, когда будем в гробах. Представляю так же себе перед глаза будущий страшный суть Божий, и то, каков бы деревья так поступающих, и как возможности понести великий тот срам при обнаружении дел наших перед ангелами и архангелами, перед всеми людьми, перед праведным судьею, и как заграбятся тогда уста, совершающие дела эти. Убоимся того, который сказал, не обмануете себя ни блудники, ни прелебодей, ни малаки, ни межелезники. Старствие Божие не наследует. И всячески-то посмотрит на женщину с вожделением уже прелебодействия и прочее. Ты должен вспоминать это и не давать часто у тех людей, с которыми чувствуешь брань этой, но и не обнаруживай им, почему ты удаляешься от них, чтобы не подать им повода к разным помыслам. А так скоро нужно будет беседовать с ними, и не призови святое имя Божие в помощь, говоря, Владыка Иисусе, покрой меня и помоги немощи, на ней. И не бойся, он сокрушит луку врагов, и да от имени него зло становится недействительным. Вместо многого говори мало и не давай свободы своему слуху и помощи, но держи себя благочинно и без смущения, дабы никто не может заметить того, что происходит. И если же через те получишь и силу, то не будь смел в отношении врагов твоих, потому что они бесстыдны, и хотя и тысячи раз будут победены, снова приступают к борьбе. Но Бог-победитель помогает в смирении человека, ради которого Он по собственной воле Своей восхотел воплотить. Каким увлекаются в блудней помощи? Увлечения или отвлечения и плен ума бывают не только в отношении блудной страсти, но и в резистной тех. Он подвергается этому отраспеянию, и когда это случится, человек должен воззвать себя самого, говоря, «Господи, прости меня, или не ради твоего святого, за нерадинные мои я подвергся всему, избавь меня от рассеяния, от всякой сети вражьей». А признак, по которому можешь узнать такое увлечение, пусть будет тебе следующий. Если кто беседует с грезин, а ум его рассеивается туда и сюда, то случается, что когда он говорит об одном, мысль его переносится к другому. Вот это и есть увлечение. Таким же образом увлекает нас и блудный помысл. Случается, что кто-либо беседует с грезин, если враг успеет отвлечь ум от богоугольного призвения, то вследствие растения является в умею блудное разделение. И это есть также увлечение, потому что оно случилось не по размышлению или воспоминанию, но человек увлекся им по забвению. Пришедший в себя такой человек, должен воззвать себя по вышесказанному и прибегнуть к милости Божией. Господь благоутробит и примет его, как блудного сына. Когда же и без растения та брань возникнет в помысле, то должно трезвиться, не услаждаться такими помыслами, не медить в них, но скорее прибегнуть ко владыке Богу. Лучше всего избегать всякой беседы с женщинами. Если нужда заставляет ходить в обращение с ними, поищем исполнить это через других. Если же и этого невозможно, то вступая в обращение с ними, будем держать тебя, как держит тебя, приближающийся к огню. Этот всячески бережется, чтобы не обжечься огнем. Так и мы будем обращаться с женщинами, как бы приступая к огню. И всеверно утвердим себя в страхе Божьем. Не будем смотреть на женщин, как не случилось. Не дадим воли глазам своим, не станем медленно в беседе с ними, ибо от этого рождается огонь и возделение. Но постараемся вскоре удалиться от них, моля Бога. Да спасет Он нас в этот трудный час от свечи дьявола, расставленный перед нами. И непрестанно будем воспоминать Бога. И великой силой Его покроет немощь нашу о Христе Иисусе Господе нашему. Полезно ли мне оставить жену свою с намерением вступить в монастырь? Ты не должен оставлять ее сам с тобой, потому что нарушишь заповедь апостола, который говорит, ты имеешь ли жену, не ищи развода. Если она после тебя согрешит и станет жить худо, то грех этот будет на тебе. Разве только оставишь ее по согласию, посоветовавшись с ней ради пользы. Но предоставь это дело Богу, и как угодно его человеколюбие, и так он и сотворит. Отнюдь не должно скорбеть о вещах мира сего, но только об одном грехе. Так же радоваться с радующимися, значит порадоваться тем, которые успевают добродетели по Богу, и веселятся упованием будущих благ. А плакать с плачущими, значит пострадать согрешающим в них покаяния о грехах. На блаженный миротворцы лучше умиротворять собственное свое сердце. Это каждому прилично, и блажен кто это делает. А примирять ссорящихся не всем прилично, но только тем, которые могут это предпринимать без всякого вреда для себя. Немощный же должен радоваться о мире всех, но не делать себя посредником для примирения каждого человека, а разве только тех, которых он любит по Богу, и то, когда не предстоит ему душевного вреда. Терпю оскорбления от некоего, что мне делать? Делаю ему добро. Когда приходит ко мне кто из отцов, я не имею нужных вещей, чтобы предложить ему, и скорблю. Такой помысл от дьявола. Достаточно предложить им то, что есть у тебя по сказанному, довольны сущим. Евреям 13,5 И Бог известит их о твоем усердии, когда и тебе случится пойти куда-либо, не ожидая найти там покоя, и ты не смутишься. А когда, возмечтав, найти его не найдешь, то будешь злословить принявшего тебя к себе. Но злословие есть смерть души. Благодари за все, ибо в этом состоит духовная и душеполезная пища и покой. Вопрошающий отцов подражает Христу, который смирил себя, приняв образ раба. Муж, живущий без совета, враг тебе, ибо Писание говорит, а с советом все сотворишь. Иерахов 32,21 Полезно со смирением вопрошать, нежели идти своей волею. Ибо сам Господь влагает в уста вопрошаемого, что сказать, ради смирения и правоты сердца вопрошающего. Никогда не состязайся о вере. Бог не требует от тебя этого, но лишь того, чтобы веровал право, как принялась Святой Церкви при крещении, и чтобы соблюдал заповеди его. Сохрани это, и спасешься. И если же будешь спрошен, скажи, простите меня, отцы святые, это выше меня. Не исследуй ничего из того, чего Бог не требует от тебя. Но будь доволен, как я выше сказал. И с поведанием правой веры не любопытствуй ни о чем сверх того. Когда случится тебе быть смирянами, и они начнут празднословить, то если не имеешь особой нужды, уйди. А когда будет надобность, то обратись умом к молитве своей, не осуждая их, но познавая свою немощь. Впрочем, если они расположены к тебе, и ты знаешь, что они охотно слушают Слово Божие, попытайся переменить эту пустую беседу на полезную. Рассказал их что-либо из жития святых. 130. Когда кто из знаемых своих держится иеретических мудрований, увещевай его познать правую веру, но не состязайся с ним и не желай слышать, как он мудрствует, чтобы не заразиться ядом его. Если он пожелает услышать истину веры, приведи его к святым отцам, которые могут оказать ему пользу во Христе. Таким образом, ты поможешь ему по Богу, без вреда себе. Но если он по первому, второму вещанию не исправится, то такового, по слову апостола, отрицайся, Пис. 3.10. Полностью говорит мне, чтобы я не часто выходил из своего дома, а случается так, что в продолжении недели бывает несколько раз церковная служба. Должен ли я ходить к ней или выше дома заниматься молитвою? Если знаешь, что при выходе из дома встречи наносят тебе вред, то полезно тебе не выходить часто из дома, даже и по причине церковной службы, но лишь по временам, ибо безмолвие избавляет от многих зол. Если же предстается мне нужда выйти из дома по собственной потребности или для отцов, не послужит ли в отягчение совести не пойти в таком встрече в церковь? Если тебе нужда будет выйти из дома по необходимой потребности или по повелению отцов, постарайся сделать свое дело со страхом Божиим и не сомневайся касательно того, что не будешь у церковной службы, но возвратись в дом свой и там вспоминай грехи свои. Если же выйдешь из дома по лености и рассеянию, то полезнее тогда пойти в церковное собрание и не рассеиваться, а внимать себе. Хорошо ли ходить в церковь ночью на бдение или дома по силе своей совершать бдение? Хорошо совершать бдение дома, ибо в церкви бывают беседы. Помысл представляет мне недостаток моих потребных средств, внушая, что я не могу пропитаться с домашними моими, и от этого нападает на меня печаль. Это печаль всяческая. Если бы мы имели надежду на Бога, то Он сам управлял бы нами по воле своей. Итак, возверзена Господа печаль твою, и Он силен подать тебе и домашним твоим все необходимое без печали и скорби. Скажи Ему, да будет воля твоя, и Он не оставит тебя в печали и скорби. Когда делаю что-либо несправедливое, и потом исправлюсь в том, помысл мой высокомудрствует, внушая, будто я сделал мне что-то благое, что я должен в этом случае говорить Ему. Скажи Ему, без Бога мы не можем сделать ничего благого, как сказал Он сам. Без Меня не можете делать ничего. И апостол говорит, что есть у тебя, чего бы не получил, а если получил, что хвалишься, как будто не получил. А потому, когда мы и в делании благого не можем высокомудрствовать, тем более и в удалении от злого, великое безумие вменять тебе в похвалу то, что не согрешаем. В каждой пище есть естественная сладость. Не делает ли она вреда принимающему пищу? Владыка Бог каждому роду пищи даровал сладость, и принимающему, в полную с благодарением, нет от всего вреда. Пристрастие же всегда надо б на остерегаться, ибо оно составляет вред для души. Неприлично ли делать что-либо так, чтобы работа выходила чистую, когда, например, случится мне строить здание или делать что-либо другое, делать вещь так, чтобы она выходила чистую и красивую, не неуместно ради употребления, для которого эта вещь служит, но без пристрастия, ибо и Господь радуется о всякой чистоте. Если же примечаешь к себе пристрастие к вещи, то вспоминай конец ее, как она подвергнется тлению, и успокоишься, ибо нет ни одной вещи, которая бы пребывала постоянно в одном и в том же виде, но все тленно и изменчиво. Преподобный Авва-Дорофей. Краткое сведение о нем. Просветал Авва-Дорофей в конце VI и в начале VII века. Раннее молодость свою провел в изучении светских наук. Очень прилежном. По окончании образования жил несколько времени на родине, недалеко от обители Аввы-Серида, может быть, в Асколоне или Газе. Состояние его было достаточное. Скоро вступило он в сношение с великими старцами Варсонофием и Анном, которых на вставление расположили его оставят все, принять монашество в обители Аввы-Серида, где они имели покой. Под их руководством прошел он имяческое свое воспитание, преимущественно, впрочем, под руководством старца Иоанна. Проходя в то же время и послушание возлагаемой на него Аввою обители, который сначала изверял его надзору в странно-приимницу, а потом в больницу. Во время этого последнего послушания он был руководителем святого Досифея по кольцине Аввы-Серида и старца святого Иоанна, когда общий наставник их великий Варсонофи совершенно заключился в своей келье. Преподобный Дорофей удалился из общежития Аввы-Серида и был настоятелем другой некой обители. Вероятно, к этому времени относятся его поучения, говоренные им своим ученикам. Эти поучения в числе 21-го и несколько посланий составляют все, что осталось нам в наследство от писаний этого отца, свет учения которого распространился не только в обителях иноческих, но и всюду между христианами. Время кончины его полагает около 620-го года, память его июня 5-го. Подвижнические наставления святого Аввы-Дорофея извлекаются подряд. По благости своей Бог дал нам заповеди, очищающие нас, чтобы мы, если пожелаем, могли соблюдением заповеди очиститься не только от грехов, но и от самых страстей. Ибо иное суть страсти и иное грехи. Страсти суть гнев, тщеславие, сластолюбие, ненависть, злая похоть и тому подобное. Грехи же суть самые действия страстей, когда кто приводит их в исполнение на деле, то есть совершает с телом, те дела, которым побуждают его страсти, ибо можно иметь страсти, но не действовать по ним. Второе. Закон ветхий имел цель научить нас не делать того, чего сами не хотим пострадать. Потому он и останавливал нас только от делания зла. Ныне же в Новом Завете требуется изгнать самую страсть, побуждающую делать зло, самую ненависть, самое сластолюбие, самое славолюбие и прочие страсти. Послушайте, что говорит Господь. Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Здесь Он показал корень и причину всех зол и врачество от них, причину всего доброго. Показал именно, что возношение не изложило нас, и что помилование получить иначе невозможно, как через противоположное Ему смиренно-мудрее. Отчего подверглись мы всем скорбям? Не от гордости ли? Человек был создан во всяком наслаждении и был в раю. Но ему повелено не делать одного дела, а он сделал. «Видишь гордость? Видишь непокорность? Дочерь гордости». Тогда Бог сказал, «Человек не умеет наслаждаться одной радостью. Если он не испытает заключение, то пойдет и все далее, и совершенно погибнет». «Если не узнает, что такое скорбь и труд, то не узнает, и что такое радость и покой». И изгнал его из рая. «Тут он предан был собственному своему самолюбию и собственной воле, чтобы они сокрушили кости его, и чтобы через то научился он следовать не самому себе, но заповедям Божьим, и чтобы самое злострадание и прислушание научило его блаженству послушания, как сказано у пророка, накажет, научит тебя вступление твое».